Во время наших прошлых бесед я уже рассмотрел видовое поведение человека и выделил естественные для человека стремления. Это стремление к самосохранению, к размножению, к безопасности, к заботе о своем потомстве, к чистоте и к тому, чтобы мировоззрение, которое есть у каждого человека, соответствовало бы той окружающей реальности, в которой он живет. При этом способы и порядок удовлетворения этих естественных потребностей могут очень сильно различаться. И такая возможность, возможность их различия, возможность различия способов и порядка их удовлетворения и есть основания для существования у человека культуры. Культуру я определил как надвидовую организацию поведения человека. То есть это такая организация поведения, которая с одной стороны учитывает все естественные стремления человека, но при этом может предлагать определенные варианты их проявления. Для того, чтобы человек был здоровым и гармонично развивался, принципиально важно то, чтобы все его потребности естественные были так или иначе удовлетворены. Но как это происходит, порядок их удовлетворения, это все уже может быть, происходить по-разному. И таким образом культура оказывается определенной организацией того, как удовлетворяются потребности. То есть определенной организацией времени жизни человека, на что он тратит свое время. Это и есть культура данного круга лиц. При этом я обходил вниманием вопрос о том, что человек живет в среде себе подобных и это является жизненно необходимым для него. И поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть эту тему. И первый вопрос, который здесь нужно поднять, это вообще какие возможны формы коллективного взаимодействия живых существ. Я считаю, что таких форм может быть три. Первая возможная форма коллективного взаимодействия это толпа. В толпу, как правило, собираются всевозможные живые существа и происходит это спонтанно, под влиянием каких-то внешних обстоятельств. Как правило, это либо бегство от опасности, либо поиск пропитания. И когда условия складываются таким образом, что в каком-то месте в какое-то время оказывается достаточно большая группа особей какого-то вида или даже нескольких видов, то они организуются в толпу, которые затем уже коллективно и продолжают заданное направление движения. То есть, либо они спасаются от опасности, либо они ищут себе пропитание. И такое коллективное преследование одной цели является намного более эффективным, чем это доступно для какого-то одного живого существа. Но при этом толпа, как такое спонтанное собрание живых существ, может преследовать только очень базовые стремления. И как правило, это стремление именно к самосохранению, которое проявляется либо в противостоянии внешней опасности, то есть врагу, либо же в поиске для себя достаточной еды. В толпе, опять же, как правило, ее стремления не поднимаются выше от стремления к самосохранению в большинстве случаев. И толпа при этом, она не обладает какой-то структурной организацией. То есть, все особи вида, которые собрались в такую группу, они между собой неразличны, они занимают одно и то же положение, как просто элементы данного множества. И преследуют определенную цель, как правило, связанную с самосохранением. Это толпа. Второй тип организации живых существ, который нам известен, это стадо. Стадо отличается от толпы тем, что в нем уже есть определенная структура организации, которая, как правило, выражается в наличии иерархии. То есть, есть определенные низкопоставленные члены коллектива, есть члены коллектива, занимающие среднюю позицию, и есть определенная вершина иерархии, которая, как правило, представлена одним или несколькими особями данного вида. Наличие такой структуры, то есть иерархии, делает существование стада намного более устойчивым и продолжительным, чем существование толпы. Толпа собирается для реализации какого-то базового стремления к самосохранению. А стадо при этом может существовать очень долго, могут быть даже виды стадных животных, которые всю свою жизнь проводят в стаде. И все их потребности, которые они пытаются удовлетворить во время своей жизни, они проявляются и возможны к удовлетворению именно в стаде. То есть, стадная организация коллектива дает возможность для удовлетворения уже большего спектра естественных потребностей. Конечно же, в первую очередь, здесь все тоже основано на стремлении к самосохранению. Потому что организация в стаде дает большие шансы и на спасение от опасности, и на поиск пропитания. Также в стаде учитывается и стремление к размножению членов этого коллектива. При этом возможности для размножения могут быть очень различны у различных представителей иерархии. Кто-то может обладать большими возможностями для оставления потомства, кто-то может не обладать ими вообще. Но это как бы уже второстепенно. Здесь важно то, что в стадном коллективе учитывается потребность к размножению этих живых существ. И так или иначе она уже даже может быть регулируема. Это важно. Также в стаде могут быть проявлены стремления к безопасности живых существ, существ. И что выражается либо в захвате контроля территорий, либо опять же в определенном противостоянии внешней опасности, которые конечно же в группе живых существ более эффективны, чем это может позволить себе одиночное живое существо. И также в стаде возможно удовлетворение потребности в заботе о своем потомстве. И намного более эффективны. Потому что, как правило, в стадном коллективе заботу о потомстве принимает на себя практически все данное сообщество. И это в разы повышает вероятность того, что потомство данного вида выживет и будет развиваться. То есть, в основном в стадной организации коллектива возможны к удовлетворению четыре основных потребности живых существ. Это самосохранение, размножение, безопасность и забота о потомстве. То есть, продолжение жизни своего вида, своего рода. В некоторых случаях также возможно и определенная организация потребности к чистоте живых существ. То есть, в некоторых случаях стадо может устанавливать определенные принципы, определенные условия, в которых, скажем, больное или неподходящее животное, неподходящий особь, будут из этого стада изгоняться. Тем самым, стадо также может определенным образом контролировать стремление к чистоте своих членов. Но это встречается, скажем так, намного реже. Поэтому это некоторые исключения скорее будет. А основные типы потребностей, которые удовлетворяются в стадии, я перечислил. Это был второй тип коллективной организации, который возможен у живых существ из нам известных. И третий тип из возможных форм коллективной организации называется обществом. Оно несет в себе черты предыдущих двух форм коллективной организации. С одной стороны, в обществе отсутствует постоянная иерархия. То есть, каждый участник данного общества, полноправный, имеет возможность и необходимость принимать самостоятельные решения о своем поведении. И он сам же несет за них ответственность. Например, в предыдущем типе коллективной организации в стадии решения, как правило, принимаются только теми, кто находится на вершине иерархии. Основная масса стадных особей не принимает решения о том, что делать и так далее. Но при этом ответственность за данные решения лежит на всем данном коллективе. Потому что если вожак принял неверное решение, то, по сути, он обрекает на уничтожение или на какие-то неблагоприятные последствия все стадо. А в обществе же решения принимаются каждым участникам данного общества самостоятельно. И он же несет за них ответственность перед лицом других участников коллектива и перед окружающей его реальностью. Это, с одной стороны, сближает общество с такой безструктурной, без иерархичной формой организации коллектива. Но, с другой стороны, в обществе возможно создание и определенной структуры, которая будет основана на определенном разделении труда. То есть на том, что у каких-то представителей данного коллектива какая-то деятельность получается наиболее удачной, наиболее успешной и, естественно, они будут ей заниматься. Просто потому, что это экономически выгодно. Об этом знает вся современная экономика. О том, что разделение труда, это приносит достаточно, приносит большие выгоды экономическом, ну и, естественно, в плане жизнеобеспечения также. При этом такое разделение труда и открывает определенные возможности для создания временной иерархии. То есть при возникновении каких-то определенных условий, скажем, при возникновении внешней опасности, общество может быть структурировано по принципу иерархии, на вершине которой будет находиться представитель, который обладает наибольшими навыками и наибольшими познаниями в военном деле. И естественно, что остальные участники данного коллектива будут выполнять его указания. Но только на время ведения, скажем, боевых действий. То есть до тех пор, пока действует определенная ситуация. То есть до тех пор, пока в данной иерархии есть необходимость. Если же иерархия сохраняется и в тех условиях, когда необходимости в ней нет, то это уже не общество, это уже стадная организация коллектива. То есть второй признак и вторая основная черта общества как форма коллективной организации это возможность гибкой структуры. То есть возможность достаточно быстрого построения и изменения структуры данного коллектива. Такое изменение структуры общества возможно только в том случае, если каждый или хотя бы большинство из участников данного общества будет способен к управлению своим поведением хотя бы в некоторых границах. То есть если каждый участник общества будет способен к тому, чтобы подчинять свое поведение каким-то целям, которые стоят перед данным сообществом. Если большинство участников коллектива способны к этому и соглашается об определенных целях, которые будут поставлены перед данным обществом, то оно и будет существовать. Если же что-то из этих условий отсутствует, то и существование общества также будет невозможным. Такая возможность управления своим поведением и подчинения своего поведения каким-то целям, пускай даже опосредованным собственными целями, принято обосновать и принято называть некоторой степенью сознательности. Поэтому, когда мы говорим об обществе, то в основном мы, конечно же, подразумеваем коллектив людей. Потому что на данный момент такая форма общественной организации, как общество, встречается преимущественно только у человека. Но и тоже далеко не повсеместно и далеко не во все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова